Добрый вечер, Владимир Вольфович. Прежде чем задать вам вопрос, я хотела бы сказать, что я отношусь как раз к тем людям, которые очень уважают Россию как государство, уважают ее нацию, народ. И более того, я считаю, что украино-российские отношения, совместная культура и это все совместное наследие являются той ценностью, которую просто обязаны сохранить и приумножить оба наших государства ради нашего будущего. У нас в студии сегодня дискуссия в основном сконцентрирована вокруг Украины. Именно поэтому я хотела бы у вас спросить, скажите, пожалуйста, отдаете ли вы отчет, что своими радикальными, достаточно резкими заявлениями вы, как вице-спикер Госдумы Российской Федерации, господин Затулин, господин Лужков, вы по сути провоцируете негативное отношение либерально настроенных украинцев именно к России. Вы, по сути, ослабляете позиции сторонников украино-российской дружбы. Вы провоцируете радикальные настроения украинских националистов и сами же вы, по сути, своими заявлениями провоцируете русофобию. Объясните, пожалуйста, зачем это нужно России, в чем заключается ваша позиция, потому что негативные тенденции вы видите даже по статистике, которая есть у нас в Суде и по тем высказываниям, которые вы уже слышали на протяжении этой передачи. Зачем это нужно России? Вот я хотела бы от вас услышать. Владимир Ворфович, у вас на ответ две минуты. Значит, вы там сидите в Киеве и заблуждаетесь все. Ни вы не имеете права говорить за всю Украину. Я не имею права говорить за всю Россию. Мы высказываем каждый из нас личное мнение. Я всегда говорил правду. Я вас никого не оскорблял. А вы меня уже пять раз оскорбили. Меня не интересует национальность ваших родителей. А вы копаетесь в гробах моих предков. Я вам говорю правду. Русский флот никогда не уйдет из Севастополя. Украина никогда не будет в НАТО. И мы будем дружить. И никогда не допустим, чтобы кто-то издевался над русскими на Украине. Спасибо. И вы будете платить и покупать товары в зависимости от объема ваших денег. Никто не заставляет вас покупать русский газ по мировым ценам. Спасибо. Владимир Вольфович, по поводу товаров надо уйти на рекламу, чтобы люди увидели, что покупать. Спасибо. Продолжение следует...